Сочи снова говорят о самостроях. Борьбе с незаконными домами на курорте посвятят ближайший Краевой Совбез. Шесть сочинских пляжей получили голубой флаг. Этому экологическому бренду доверяют миллионы людей со всей планеты. В Лазаревском отеле спецзаезд сочинская лига женщин подарила путевки финалистам «Хрустального петушка». На встрече чемпионату мира по футболу в городе Сочи на курорте финишировала всекубанская акция с таким названием. Туризм с сельским акцентом. В Краснодаре прошла ярмарка «Агротур-2018». 400 мастеров из всех районов Кубани развернули на Пушкинской площади свои курени. В каждом встречали песнями, угощали домашними яствами и кубанскими винами. Что могут предложить туристам в Станицах, проверил губернатор Краснодарского краевения Минкондратьев и председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко. Глава региона и спикер Кубанского парламента зашли в каждое подворье и пообщались с хозяевами хат. Те рассказали, что гостям всегда рады и даже в самых маленьких хуторах могут предложить путешественникам разнообразный отдых. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, отметил, что для развития сельского туризма власти и дальше будут создавать все условия. Бизнесом назвать то, что вы делаете, невозможно, потому что не то, что сверхприбыли, даже прибыли порой никакой нет. Но мы должны понимать, что все, что вы делаете, это бесценно, потому что вы даете нам, сегодняшним жителям Кубани, эмоции, сохраняете культуру и возвращаете нас к нашим традициям. Мы пытаемся сделать, чтобы экономика в вашем этом маленьком производстве, в ваших предприятиях появилась. Сегодня мы распространили все меры господдержки на те предприятия, которые занимаются ремесленной деятельностью. Делаем все, чтобы вы приехали туда, где идут туристические маршруты, где уже протоптаны туристические тропы. Выставка стала масштабнее и интереснее. Она растет и привлекает все больше и больше людей. О чем это говорит? О том, что традиции прикладного народного творчества живут и развиваются. Рост популярности наших туристических объектов повышает спрос и на сувенирную продукцию. Причем гостям гораздо приятнее привезти из отпуска кубанский сувенир ручной работы, чем китайскую штамповку. Лучшим подворьям и хозяйствам вручили заслуженные награды. Выставка агротуризма проходит уже в четвертый раз. В этот день на ярмарку приехало 500 туроператоров, чтобы договориться с фермерами о сотрудничестве. В Краснодаре сегодня прошло награждение победителей конкурса «Сделано на Кубани». В торжественной церемонии принял участие губернатор Вениамин Кондратьев. Напомню, программа по присвоению товарного знака «Сделано на Кубани» стартовала 1 января. За это время 43 компании подали 131 заявку на участие в конкурсе. Продукция представлена в трех номинациях. По словам Вениамина Кондратьева, присвоенный после проведения конкурса «Товарный знак» станет узнаваемым брендом и гарантом высокого качества продукции кубанских предприятий. Тема незаконного строительства по-прежнему актуальна для курортного Сочи. Накануне состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы, которое в мэрии курорта провел вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко. В составе межведомственной рабочей группы мэр Сочи, представители городской администрации, прокурор города, полиция, судебные приставы. Вице-губернатор просит все службы доложить о ходе работы по противодействию незаконному строительству в Сочи. В Амеретинке на сегодня снесено два многоквартирных дома. Сносу подлежит еще ряд самоволок. К сожалению, маловато, надо усиливаться. Я знаю, что администрация в кратчайшие сроки приступит к самовольному строительству. За истекший период наблюдается снижение активности самовольного строительства, но это объективно. Выявлено с 28 апреля всего 12 объектов с признаками самовольной постройки. При этом наиболее крупные объекты с признаками многоквартирного дома выявлены в Альберском районе города Сочи. Судьба этих домов сейчас решается в судебных органах края. Схема такова. Застройщики получают разрешение на трехэтажное строение площадью, например, 400 квадратных метров, а в итоге превышают и этажность, и площадь застройки порой вообще на тысячу квадратов. Администрация города подает в районный суд на незаконные действия такого застройщика, а суд отказывает в удовлетворении из Коснусе. Тогда апелляции отправляются уже в Краснодарский краевой суд, где вопрос решается положительно. Эта конкретная ситуация по дому на улице Перелетной. Одним словом, время идет, а новостройки растут. Там была та же самая схема. Мы выяснили совершенно случайно. С Юриным вдвоем приехали, там уже четвертый этаж строится. Но на тот момент там четыре этажа было, а дом уже был, у него было решение суда на пять этажей. И он мне принес его. Вице-губернатор просит силовой блок подключиться к данной теме и выявлять незаконное коммерческое возведение жилья на стадии строительства не только специалистам управления земельного контроля, но и сотрудникам полиции. Одновременно выходить на федеральный уровень, чтобы служба судебных приставов получала больше средств на снос самостроев. Хотя строят за свои, а сносим за государственные, такую позицию Андрей Алексеенко назвал неправильной. Росреестр просит тоже уведомлять администрацию курорта о регистрации таких объектов, которые признаны по суду законными. В ближайшие дни в Сочи пройдет расширенный совет безопасности, который проведет губернатор Кубани Винимин Кондратьев с участием всех надзорных и контрольных органов Краснодарского края. Вопрос на повестке дня – борьба с незаконным строительством и проблемные вопросы обманутых дольщиков. Елена Авсецин, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Шесть сочинских пляжей получили высшую международную награду – знак «Голубой флаг». Этому экологическому бренду доверяют миллионы людей со всей планеты. И теперь всемирно известная марка появилась и в Сочи. Победители выполнили жесткие экологические и образовательные требования. А главное – вода данных пляжных территорий отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Это заключение 60 международных экологических организаций. Награду за самый чистый и лучший пляж вручали в мэрии курорта. Борьбу за «Голубой флаг» 17 пляжей Сочи начали в прошлом году. В итоге международного признания удостоены шесть территорий. Одна из них в Эмеретинке – это пляж гостиничного комплекса «Бархатные сезоны» – самый южный в России. К слову, эта территория уже имеет подобную награду, но только всероссийского уровня. В России тоже высокие требования, поэтому нам не было сложно получить «Голубой флаг», потому что уже те российские требования соответствуют. Единственное, мы дополнили урны разных цветов, чтобы было удобно гостям отдельно и чуть больше проб воды. Но тем не менее, мы по запросу. Если гость говорит, что я хочу узнать, какая сейчас вода, качество воды, то мы делаем пробы, сдаем в лабораторию и потом даем информацию гостям. В программу международной сертификации пляжей «Голубой флаг» также вошли пляжные территории Приморский, Чайка Лазаревского района, а также пляжи «Розы Хутор», отелей «Пулман» и «Рэдисон Блу Парадайз Резорт энд Спа». Заветный флаг, который будет развиваться на флагштоках этих набережных, победители получили из рук национального оператора программы «Голубой флаг» в России и главы города Сочи. Это уровень, к которому нужно стремиться всем нашим пляжам. Вот каждый пляж должен получить такой флаг – 194. Это наша цель. Мы уделяем самое серьезное внимание экологическим нормам, в частности, чистоте морской воды. Пляж, над которым будет развиваться «Голубой флаг», гарантирует отдыхающим, что, первое, доступ на него свободный, а у нас свободны все пляжные территории. Мы очередной раз должны подтвердить, что отдыхать в Сочи можно с высокими международными стандартами. Проверку пляжей Сочи международные эксперты проводили под 29 критериям. Помимо чистой воды и развитой инфраструктуры, на пляжах с «Голубым флагом» обязательно наличие команды спасателей, медицинского пункта. А вот домашним животным и моторным транспортным средствам доступ сюда ограничен. Вода же вдоль побережья регулярно проходит проверку на уровень загрязнения и содержания вне опасных микроорганизмов, например, кишечной палочки. К слову, в Сочи такие пробы берутся на всех 194 муниципальных пляжах один раз в 10 дней. Что же касается новой престижной премии, то многие отдыхающие по всему миру, планируя поездку на курорт, руководствуются именно наличием на пляжах «Голубого флага». Сейчас в программе участвуют Багамские острова, Бразилия, Канада, Кипр, Англия, Франция, Германия, Италия. В России же наивысшая международная награда есть лишь у сочинских пляжей и у одного в Калининградской области. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. В Сочи отметили Международный день семьи. В честь праздника в Зимнем театре состоялся торжественный прием главы города, на который были приглашены сочинские семьи, в том числе и добившиеся успеха в воспитании детей-инвалидов. В Международный день семьи в Сочи участвовали семьи, которые не просто воспитывают достойных граждан своей страны, но и прославляют родной город своим трудом. Среди мам и пап, активные общественники, педагоги, которые занимаются физическим, творческим воспитанием сочинских детей. С международным праздником поздравили и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. В семье Шубиных один ребенок. Десятилетней Полине при рождении поставили диагноз «аутизм». Но родители не отчаялись. Напротив, ценились активной социализацией дочери. Раньше таких детей не очень принимали в обществе. Они были изолированы как-то отдельно. Сейчас современный тренд международный, когда они интегрируются в общество, это очень помогает им иметь будущее. В Сочи очень хорошо с этим. Конечно, есть какие-то проблемы, которые нужно решать, но это все такое в рабочем порядке. Министрация очень идет навстречу, очень активно откликается. На торжественном приеме в честь Международного дня семьи сочинским семьям вручили поздравительные адреса и сертификаты на ценные подарки. Наши сочинские семьи как успешны в работе, так же и в успешных семейных отношениях. И на самом деле для любого общества, для городской территории, для государства семья – это основа основы. Семья – это самое главное, что держит нас на плаву. То, что дает нам силы, то, что заставляет и сподвигает идти вперед, то, что остается с нами навсегда – это наши семьи. Здоровье, счастье всем членам ваших семей, радостного взросления ваших детей, успехов во всяческих. Всего вам самого-самого доброго. Финалисты городского фестиваля «Хрустальный петушок» получили путевки в пятизвездочный отель «Прометеих». Ребятам вручила общественная организация «Лига женщин. Мост добра». Прекрасная погода, живописное место в Лазаревском районе и отдав в курортном отеле. Дети довольны уже самим приемом. Здесь и торжественное внесение флагов, юнармии и общественная организация «Лига женщин. Мост добра». И встреча гостей веселыми аниматорами. Пять дней с ребятами будут активно заниматься, в том числе и педагоги дополнительного образования. В общей сложности с родителями сегодня заехало 80 человек. Они здесь будут находиться 4 дня. Они здесь будут работать и аниматоры, и наши молодогвардейцы, и юнормейцы. Вместе с родителями и сестренкой новым гостем отеля стала Юлия Никулина из Адлера. Она мечтает стать журналистом, а на фестивале «Хрустальный петушок» представляла свое литературное сочинение. Теперь у нее другие впечатления и эмоции. Очень-очень такая воодушевляющая обстановка, очень-очень красиво. Мы знали, что здесь очень красиво и очень хорошо, и для детей здесь все предусмотрено. Но что будет такой прием, мы очень благодарны организаторам. На самом деле, это искренние от сердца слова. Победители городского творческого фестиваля «Хрустальный петушок» всегда получают хорошие подарки. Чаще всего это телефоны, либо видеокамеры. Но теперь Лига женщин МОЗ Добра решила разнообразить жизнь своих подопечных вот таким отдыхом у моря, вне стен дома, но в родном городе. Гелена Всевсона, Арактаян, телекомпания ФКТ. В Сочи проходят рейды по пресечению фактов нарушения миграционного законодательства. Сотрудники полиции совместно с представителями администрации города коммунальных служб провели рейды по проверке жилых домов и гаражно-строительных кооперативов. Основная цель – профилактика преступлений и выявление нарушений миграционного законодательства. Особое внимание уделяют собственникам квартир, сдающих жилье в аренду. Как правило, съемщики проживают без временной регистрации по месту пребывания. Просто потому, что этого не желает владелец квартиры. Наиболее частые нарушения, которые выявляют правоохранители – эффективная регистрация иностранца или лица без гражданства по месту пребывания. А также проживание гражданина без документа, удостоверяющего личность. Начальник сочинского УВД Сергей Огурцов провел выездной прием граждан. Руководитель управления выслушал жителей и дал поручение провести тщательные проверки по каждому обращению. Кроме того, Сергей Огурцов уехал в поселке, где пообщался с населением, домкомами и представителями администрации районов. Практика проведения личных приемов начальником УВД и его заместителями будет продолжена. Подробно о графике приема можно узнать на официальном сайте УВД в разделе «Для граждан». Очередной прием состоится 25 мая с 10 до 13 часов в администрации Адлерского района. Для записи обращаться по телефону 269 70 03. На встречу чемпионату мира по футболу в городе Сочи. На курорте финишировала всекубанская акция с таким названием. Она стартовала в Краснодарском крае в апреле 2016 года. Каждые две недели флаг с символикой региона и международного футбольного первенства встречал новый населенный пункт. Спустя два года он обошел все 43 муниципальных образования региона и, наконец, добрался до Сочи. Проведение такой акции позволяет жителям узнать много нового. Мы рассказываем во время этой акции, каким образом можно получить билет на матч, как можно стать волонтером, какие команды будут играть, где они размещаются. И много других нюансов, которые многие люди не знают. В Сочинском этапе акции приняли участие знаменитые спортсмены и футбольные тренеры. На площади выступил парад воспитанников спортивных школ города. Теперь встречи с известными футболистами, выставки, концерты и тематические мероприятия в рамках акции будут проходить до начала Мундиаля. Сегодня город растет по-футбольному. В этом году мы до конца года строим стадион в Красной Поляне. Это будет наш муниципальный стадион. В следующем году мы строим еще один стадион в селе Крайско-Армянском. Это тоже будет наш. В этом году Краснодарский край вновь стал лучшим в России по внедрению программы ГТО. А Сочи стал победителем регионального смотра конкурса. В качестве приза на курорте установят универсальную мобильную площадку для выполнения комплекса нормативов. Вся Кубань играет в футбол. Состязания среди дворовых команд под таким названием накануне прошли в Сочи. В этом году турнир юбилейный. Он проходил в десятый раз. С участием в нем приняли более 50 команд. Это футболисты разных возрастов из разных организаций. Турнир «Вся Кубань» играет в футбол. Уже давно вышел за пределы региона. 20 мая в Олимпийском парке играли команды из Краснодарского края, Сочи, а также Туапсе и Абхазии. Футбол – это не просто игра. Футбол – это больше, чем жизнь. И игроки, которые здесь участвуют, это команды, которые вчера еще играли у себя во дворе, а сегодня играют на организованной площадке. Турнир проходит по инициативе и при поддержке депутатов городского собрания Сочи Анжелы Селюковой, Арминака Тазляна и Элеоноры Жуковой. В первую очередь мы преследуем, наверное, цель объединить любителей футбола, сделать футбол доступным, показать, что в Сочи любят футбол и развивать тему здорового образа жизни. Мне было приятно видеть команды, которые 10 лет упорно идут к цели завоевать кубок, просто приходят со своими семьями, участвуют в этом мероприятии, поддерживают, развивают наш проект. Участие в турнире было абсолютно бесплатным, но победителям команде РУДН достался денежный приз – 30 тысяч рублей. Еще один подарок получат сразу 8 лучших команд состязаний. В дни чемпионата мира они будут играть в футбол с зарубежными делегациями. Ну а планы на 11-й турнир «Вся Кубань играет в футбол» собрать в 123-м регионе 123 команды. В Сочи завершился ежегодный конкурс-фестиваль «Безопасное колесо». В нем приняли участие более 40 школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения. В этом году в районных этапах сильнейшими стали 22-я, 88-я, 85-я и 59-я школы. Они встретились в финале. Юные инспекторы должны были продемонстрировать свои знания на пяти станциях. Участники разбирали ситуации на перекрестках дорог, проверяли знания в области медицины и основ безопасности жизнедеятельности. Выясняли, что означают дорожные знаки. Также ребята должны были правильно проехать специально построенную трассу на велосипеде. Испытание проводилось на время. Каждое касание земли ногой или препятствия наказывались штрафными баллами. На последней станции команды соревновались в творческом конкурсе. В итоге в общекомандном зачете места распределились следующим образом. Третье место заняла команда из школы номер 59. Второе место у учеников школы номер 85. На первом месте команда школы номер 22. Эти ребята теперь будут представлять наш город на краевом конкурсе. Спортсмены 17-й Сочинской спортшколы завоевали медали Кубка по джиу-джитсу в Белореченске. Там в минувшие выходные состоялся открытый турнир и Кубок района по этому виду спорта. Популярность джиу-джитсу растет с каждым годом во всем мире. Более того, Международная федерация джиу-джитсу подала в Олимпийский комитет документы для включения спортивного джиу-джитсу в программу Олимпийских игр 2024 года. Сочинцы же на турнире заняли несколько призовых мест. В турнире приняли участие 157 атлетов из 8 муниципальных образований края. Сочи представляли 8 спортсменов недавно открывшегося в городе отделения джиу-джитсу детско-юношеской спортшколы номер 17. Дмитрий Кузьменко занял первое место сразу в двух весовых категориях – 66 килограммов и свыше 66 килограммов. Иван Менщиков стал победителем весовой категории – 42 килограмма. Иван Несмьянов завоевал серебро в категории свыше 48 килограммов. Марк Бритиков завоевал бронзу в категории – 34 килограмма. Александр Федин, Артем Тищенко и Родион Фоминов были награждены медалями за волю к победе. Впереди у ребят подготовка к краевым и всероссийским соревнованиям. По итогам турнира коллектив 17-й спортшколы-курорта был награжден почетной грамотой за вклад в развитие джиу-джитсу. А еще в Сочи состоялось открытое первенство детско-юношеской спортшколы номер 10 по вольной борьбе. В турнире приняли участие более 170 спортсменов из Краснодарского края, Крыма, Астраханской области, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Ростовской области, Адыгей, Калмыкии и Республики Абхазии. 28 спортсменов 10-й спортшколы-курорта стали победителями и призерами соревнований. К слову, отличилась на турнире и судейская бригада города. Команды-участницы отметили высокий уровень организации соревнований. Участие в подведении итогов спортивного сезона отделения вольной борьбы приняла и Федерация спортивной борьбы города Сочи. По итогам турнира наградили спортсменов, показавших высокие результаты и на всероссийских и международных соревнованиях. В целом же в прошедшем учебном году 52 воспитанника спортшколы стали победителями и призерами первенств и чемпионатов края Южного федерального округа России в разных возрастных группах. В их числе и Самвел Терзян. В составе сборной России он взял бронзу первенства Европы по вольной борьбе, проходившего в Македонии. Самый сложный соперник был представитель Армении. Я ему уступил сфатки 3-2 и он вышел в финал. Подготовка, тренера вставили подготовку, которая нужна именно для чемпионата Европы на международной арене, чтобы бороться. В следующем году будет чемпионат России с выходом на мир. Там буду участвовать, бороться. Россия такая держава, что за нее не хочется подводить. И эта ответственность чуть-чуть давила на ребенка. Первый старт был у него на таком высшем уровне. Поэтому таким минимальным счетом со счетом 3-2 проиграл он полуфинал. Но за третье место он очень хорошо настроился и за 50 секунд 10-0 выиграл. Лед тронулся. С 2004 года призеров не было. Надеюсь, с Божьей помощью, дальше будут у нас чемпионы, призеры и все у нас будет хорошо. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.